Всем привет! Меня зовут Арина и компания Inflave недавно прислала мне вот такую вот интересную коробочку. Давайте посмотрим, что у нас здесь находится. Внутри у нас просто суперски уникальные интересные анарасочки. Знаете, чем они отличаются от всех других? Тем, что в них есть спиннер. Лично я встречаю это первый раз. Вот такое вот включение каких-то отличительных черт в одноразки, там, жидкости, да, какая-то фишка, какой-то лозунг, какие-то наклейки, спиннер, вата в комплекте. Это просто офигенный ход. Помните ли вы все одноразки, допустим, из моих обзоров? Даже я не помню. Они все очень похожи. Для них используется одинаковый макет практически, корпус, и они просто отличаются названиями. Вкус у всех практически одинаковый. То есть попросту о ней вообще ничем не запоминаются. Но компания Inflave, как я уже сказала, просто одноразки со спиннером. Это просто невозможно забыть. Просто суперская идея добавить такую классную фишку антистресс в одноразку. Прямо вот лично от меня лайк. Давайте посмотрим, какие вкусы нам сюда положили. Потому что здесь есть кое-что интересное. Мне кажется, даже многие не пробовали такой фрукт, с которым у нас здесь есть одноразочка. И нет, это не всякая там Питая, Питхая. Я не знаю, какие еще экзотические фрукты бывают. Яблоко, лайм, мята, клюквенное, содовое, вишни, лимон, персик, лимонные, леденцы, дикие ягоды, ананас, кокос и самый экзотичный вкус старфрут, то есть карамбала. И сегодня мы попробуем все семь вкусов, которые нам прислали. В линейке, кстати, всего 15 вкусов. Давайте я вам покажу все вблизи, чтобы вы прям как будто бы сами открывали эту отраску. Давайте рассмотрим эти одноразочки поближе. Они среднего размера. Снизу у нас тут разъем Type-C, это индикатор. И еще у нас здесь регулировка обдува, где плюсик, это у нас более тугая затяжка, где минус, более свободная кальянная. И самый прикол этой отраски заключается в том, что она со спиннером. То есть вы понимаете, да, чисто целый день так вот сидеть и крутить его. Вот тут у нас спереди написано название вкуса, спин в любую сторону можно крутить. Форма очень необычная, никогда такого не видела. В общем, мы с вами распаковали клюквенную соду. Давайте наконец-таки будем ее пробовать, потому что мне очень интересно. Я думала, это будет такой кислый вкус, но он больше сладковатый. Прям чувствуется, что это такой моновкус. Не просто ягодки, а конкретно вот определенная клюква. О, я поняла. Похоже на клюкву в сахарной пудре, по-моему. В общем, она такая кисленькая и немножко сладковатая. В общем, наверное, это самое точное описание этого вкуса, которое я могу дать. Клюква в сахарной пудре. Не очень люблю кислый вкус, но здесь он больше такой не кисленький, а сладковатый. Знаете, кислинка ощущается именно на вдохе и на выдохе. Когда у вас пар во рту, вы в основном ощущаете именно сладость, которую, наверное, кидает содовая. Хочу оставить старфрукт на конец или на середину. Так, дальше, знаете, что мы с вами будем пробовать? Это дикие ягоды. В общем, это такой достаточно все-таки стандартный вкус. Я его вижу практически в каждой линейке. Любой производитель от них да сделает его. Это такие вот лесные ягодки. Знаете, на выдохе очень ярко чувствуется какая-то черника. В принципе, просто лесные ягоды. Это такой стандартный вкус. Я не думаю, что стоит на этом заострять внимание, потому что все мы его уже сто раз пробовали. Дальше у нас что-то поинтереснее. Это ананас-кокос. Этот вкус я уже пробовала. Выборил полностью эту одноразочку. Блин, супер вейп-обзорчик, который я не сказала про характеристики одноразок. У нас здесь 8 тысяч затяжек. 8 тысяч. 13 миллилитров жидкости и 20 миллиграмм на миллилитр крепость. Ну, то есть просто обычная двадцатка. Эти одноразочки имеют функцию подзарядки. То есть у нас здесь есть разъем USB Type-C. Я вам хочу сказать, как бы по своему опыту, что, ну, 8 тысяч затяжек вряд ли вы на них сделаете. Основываясь на том, что у нас здесь 13 миллилитров жидкости для 8 тысяч затяжек, это очень мало. Может быть, здесь будет хотя бы половина заявленных затяжек, но точно не 8 тысяч. Одноразка даже к концу затяжек, когда она уже заканчивается, все равно сохраняет практически вот полноценный свой начальный вкус. 13 миллилитров жидкости, очевидно, что мало для 8 тысяч затяжек, но не встречала я еще такого производителя, у которого реально было заявлено количество затяжек. Все производители немножко преувеличивают с этими затяжками. Давайте не будем заострять на этом внимание и попробуем одноразку Inflave со вкусом ананаска Кукс. Это что-то по типу пинаколада. Я сейчас ее парю, у нее полноценный, хороший, очень насыщенный вкус. Я не очень люблю сигаретную затяжку, поэтому всегда оставлю у этих одаразочек обдув на минимум, где минус нарисован. А плюс, как я вам уже говорила, это более тугая затяжка. Ананас Кукс реально один из самых топовых вкусов, которые я пробовала в этой линейке, из тех, что мне, собственно, прислали. Кокоса, в принципе, я здесь практически не ощущаю. Наверное, он тут добавлен процентов на 20. Оставшиеся 80 это ананас. Мне в последнее время очень нравится ананас. В одноразках в жидкостях и... Ну это прям так сочно. Прям вкус классно ощущается до самых последних затяжек. Очень тропический, такой мега приятный вкус ананасового сока или ананасового сиропа. Он не очень такой приторный. И этот Никс один из моих фаворитов. Я вам обязательно скажу, что мне понравилось больше всего. Что можно выбрать, чтобы вкусненькое такое попарить. И у меня для вас есть просто суперский бонус. Давайте засечем, какой из этих спинкеров прокрутится дольше. Начнем со вкуса лесные ягоды. Две секунды. Лайм яблоко мята. 24 секунды. Старфрут. 14 секунд. Клюквенная сода. 27 секунд. Лимонные леденцы. 29 секунд. Ананас. Кокос. 32 секунды. Вишни, лимон, персик. 34 секунды. И в этом весьма нелегком состязании побеждает одноразка Inflame со вкусом вишни, лимон, персик. Спиннер, у которой прокрутился аж 34 секунды. Мы с вами давайте дальше будем пробовать вишни, лимон, персик. Прикольный цвет у этой анараски, цвет скульптурного пластилина. Я немножко, наверное, ошиблась по поводу яркости вкуса к концу парения одноразочки. Он не просто практически соответствует, он полностью соответствует тому вкусу, который вы ощущали в начале. То есть вот эту анараску только что мы с вами распаковали, а анараска у нас ананас-кокос полностью была выпарена. И она по яркости вкуса точно такая же. То есть она настолько же сочная, классная, насыщенная, как и новая анараска, которую мы только что вот прямо вот сейчас распаковали. Я ощущаю здесь только два компонента. Знаете, у нас здесь такой немножко затуманенный персик. На фоне ощущается вот эта вот мякоть персика, достаточно сочная и сладкая. И вишня с лимоном сплитается просто в одно единое целое. Я даже не знаю, что здесь больше ощущается из всех ингредиентов, которые у нас здесь в этом миксе добавлены. Но все очень гармонично сочетается в этом вкусе. Но все-таки доминирующий, мне кажется, это персик. Но у него немножко убрана как бы часть вкуса за счет вишни и лимона. Напоминает то ли жвачку какую-то, то ли леденцы такие сладковатые и фруктовые. Так, и наконец-то мы с вами добрались до, мне кажется, самого долгожданного вкуса. Это старфрукт. Старфрут или карамбала. И это первый вкус, который я попробовала из этой линейки. Потому что как только мне пришла вот эта вот посылка от Enflav, я увидела этот вкус. Вкус старфрут. Мне так было интересно, что у нас там будет внутри. Капец она насыщенная. Вот действительно по вкусу. Я не вижу разницы между адырасками, которые мы только что распаковали, и которые я уже выпирала полностью. Я не знаю, как точно описать этот вкус, но просто это карамбала. Один раз я пробовала этот фрукт в пицце с карамбалой, почему бы и нет. Напишите, кстати, внизу в комментариях, пробовали ли вы карамбалу в чистом ее виде. Это очень сладкий вкус, и лично мне он понравился. Но я давала кому-то ее попробовать, кто-то сказал, что это вообще фигня. Ну, то есть, что это невкусно. Но мне правда нравится. Но когда я ее открыла, она очень странно пахла. Вроде бы какой-то фруктовый был запах, но он был какой-то неприятный. Сейчас я к этому привыкла, и мне все нравится. Если описывать этот вкус, используя привычные фрукты и овощи, могу сказать, что это какая-то смесь огурца и ананаса. Никогда не встречала такого вкуса. Ну, как мне кажется, это какой-то ананас и огурец. Или это банан-огурец. Но вкус классный. Мне он очень понравился. Кстати, хочу вам напомнить, что у меня есть второй канал, который я запустила совсем недавно. Ссылка будет в описании. Там выходят влоги про мою жизнь. Там очень много всего интересного. Сейчас я собираю туда материал, делаю всякие разные интересные ролики. И планирую очень глобально в будущем все это расширять. Поэтому все эти люди, которым было интересно, как я живу, как я катаюсь на мотоциклах и так далее. В общем, ссылка будет внизу в описании. Наконец-то я создала второй канал. Так, предпоследний вкус, который мы с вами будем пробовать, это яблоко лайм-мята. Тоже я его еще не пробовала до этого. Вроде бы, с одной стороны, такой ностальгический вкус, но что-то мне в нем немножко не нравится. Самый главный вопрос, где яблоко? Основное, что я ощущаю, это лаймовый орбит. Очень ярко чувствуется мята, без какой-либо горчинки. И ощущается лайм. Но вот яблоко я здесь вообще не ощущаю. Это прохладный цитрусовый вкус, но без яблока. Вот этот лайм-яблоко-мята, какой-то такой мыльный вкус. Как бы спорные эмоции у меня от него. Ну, такой, типа, мне не особо прям зашло. Так, и давайте попробуем в этом видео последний вкус. Это лимонные леденцы. Вот это уже классный вкус с первых затяжек. Мне очень нравится. Со вкусом здесь прям попали в точку. То есть, это по-настоящему лимонные леденцы. Ну, с такой вот мягкой начинкой. Здесь у нас не прям такой ядерный лимон. Чуть-чуть, наверное, кислинки. Очень приятно. В первую очередь, это такие свежие, достаточно леденцы. Вкус просто супер. В общем, подводя итог, какие вкусы я могу выделить из тех, что мы сегодня с вами попробовали? Какие вот самые такие запоминающиеся, на мой взгляд, самые удачные? Они у нас, кстати, через один расположились. Клюквенная сода. Интересный вкус. Клюква в сахарной пудре. Дальше. У нас ананас-кокос. Мне очень нравится ананас. Поэтому ананас-кокос тоже мне прям зашло. Старфрукт. Очевидно. Прям вот мега необычный, удачный вкус. Но такой на любителя. Потому что, опять же, кому-то я давала попробовать, кому-то не понравилось. И лимонные леденцы. Прям вот классно. Остальные вкусы по каким-то причинам либо мне не очень понравились. И с того, что можно попробовать, взять на первый раз от этой компании, из этой линейки, могу посоветовать то, что вам, скорее всего, должно понравиться. Да? Если вам нравятся такие ингредиенты. Это ананас-кокос однозначно. И лимонные леденцы. Тут вы точно не прогадаете. Старфрукт. Немножко на любителя. Если вы готовы что-то такое новое попробовать, протестировать, то можете взять. В общем, на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Тогда поддержите его лайком и подпиской на мой канал. Всем пока!